Северный город Ремонт городских дорог начнут только к концу июня. В условиях самоизоляции увеличилось число фактов мошенничества. По состоянию на 27 апреля в соответствии со статистикой оперативного штаба число инфицированных коронавирусом в России составляет 80 949 человек. Число заражений в Иркутской области 101. Болезнь зарегистрирована в 13 районах Приангария и Устилимск не исключение. Напомним, на нашей территории с COVID-19 выявлен один гражданин. Какие меры по предотвращению распространения вируса принимают местные власти, как проверяют самоизолированных, расскажем далее. На отчетную дату в городе зарегистрирована один очаг новой коронавирусной инфекции. Диагноз по обстренному извещению медицинской организации «Острая инфекция верхних дыхательных путей». Новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, лабораторно подтверждена. Очаг с одним больным и одиннадцатими контактными. Из них семь близкие родственники, три медицинские работники и один школьник. В очаге только три человека проживают совместно с больным. Остальные все пренебрегли домашней самоизоляцией, включая школьника. Все контактные одномоментно обследованы на наличие вируса. Результаты первого анализа пришли 23.04. утром. Вирус COVID-19 не выявлен у всех. Повторное обследование контактных и больного будет 29 апреля. После получения отрицательного второго результата изоляция контактных будет отменена. Больной госпитализирован в бокс инфекционного стационара. Повторное обследование будет проведено 29-го и 3-е, 31-го, 04-е. В случае отсутствия вируса и симптомов ОРВИ больной будет выписан из стационара. Статистику заболеваемости представили в минувшую пятницу на оперативном штабе по мониторингу и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю в медучреждение с ОРВИ и гриппом за день обращалось от 30 до 60 граждан. Госпитализировано за отчетную неделю трое. Еще девять – шнебольничной пневмонии. Вместе с тем уже есть обращение с укусами клещей. За последнюю неделю пять лиц уже укушенных клещами, из них двое детей. И эти двое детей в возрасте от 3 до 6 лет как бы должны находиться на самоизоляции. Мамы тогда не работают, раз они с такими детками средств. Нет, осуществляется гуляние. И мы вот уже пожали на сегодня присасывание клещей. Противоклещевой энцефалит, ковид его никак не отменяет. Поэтому, значит, вот уже Людмила Владимировна сказала на эту тему, вот, что против клещевого энцефалита прививки продолжаем ставить. У тех, у кого ревакцинация, кому надо закончить этот процесс. Значит, мы эти прививки будем делать. Мы получили буквально вчера дополнительно 600 доз противоклещевой вакцины. Вот, поэтому всех детей, кому мы начали ревакцинацию, мы это делаем. Главный врач Устилимской городской больницы, в свою очередь, доложил об оснащении специальным техническим оборудованием на случай распространения коронавируса на нашей территории. Увеличение количества койк в инфекционном отделении. Такой случай, значит, если будет у нас вспышка пациентов, должны будем доставлять в Иркутск. Если Виркутск будет уже заполнен, потом в Братск. Там развернуты койки, развернуто оборудование. Если у нас, я уже неоднократно говорил, что развернуто на Старом городе 7 боксов, вот в одном из них сейчас находится пациент, который, вот уже сказала Людмила Владимировна, наш анализ, который мы взяли, отрицательный. Вот, вот там 7 боксов. В эти 7 боксов можно положить 14 человек. И на Новом городе, на базе детского отделения, есть 19 боксов, в которых тоже можно размещать этих пациентов. План Б, если у нас будет больше, чем 7 боксов на Старом городе, значит, на Старом городе будет 2 инфекции в одном отделении, и детское, и взрослое. А на этом, так как здесь отделение больше и больше боксов, будет развернуться все под пациентов с COVID. Так что с этим мы вот все, мы эти вопросы решили. Мы также в стационаре открыли отдельный вход, куда поступают больные с ОРВИ и с подозрением на пневмонию. Это отделение, в котором ограничено передвижение пациента. Тоже разработана, значит, схема, если придется оперировать пациента с поражением COVID, выделена отдельная операционная. Значит, население спрашивает часто, есть ли у нас аппараты искусственной вентиляции легких. Да, есть. У нас таких аппаратов сейчас 9. Вот, мы цифру давали другую. У нас 4 аппарата забрали в Братск, потому что, ну, сверху посчитали. Был вчера приказ губернатора, мы сегодня утром отправили 4 аппарата искусственной вентиляции легких в Братск. Вот для того отделения, о котором я говорил, что будет с наших районов, с Усть-Кута, с Усть-Илима, там, с Тулуна возить в Братск. Вот. Но мы еще ждем в ближайший месяц 3 аппарата, нам новых придет. Опять же, Минздрав посылает 3 аппарата искусственной вентиляции легких. Таким образом, их будет всего 12. Кроме того, у нас есть 12 аппаратов наркозно-дыхательных, которые тоже, если, значит, понадобятся, они будут заниматься и выполнять эти же задачи. Хорошей новостью стало, что в скором времени в Левобережную поликлинику номер один поступят тесты, определяющие ковид. Специалисты из Иркутского противочумного института даже одолжат нам специальный аппарат для проведения лабораторных исследований. Вы знаете, что у нас имеется ПЦР-лаборатория, которая позволяет тестирование на вирусы. Мы прошли комиссию, вот два дня работала у нас комиссия с противочумного института, ну, все посмотрела, небольшие, это самое, делала еще дополнение, и, в общем-то, получили уже разрешение на проведение тестирования. Единственный вопрос остался в одном приборе, который небольшой шейкер называется, термошейкер с пробирочками такие. Сейчас мы его закупаем, но приедет он только где-то в мае, но нам противочумный институт пообещал дать взаймы поработать, чтобы мы потом вернули. Поэтому как только он нам доставит, они в Братске сейчас выставлены встретиться, ну, и мы, это самое, и заодно проведем какой-то тестированный собственный образцы сделаем, и мы начнем тестировать в городе Устилимске. Важным на сегодня остается контроль за приезжими из стран зарубежья и ряда регионов России. Помимо Москвы и Питера опасными считаются Красноярский край и Бурятия. Все прибывшие оттуда граждане обязаны отсидеться в карантине 14 дней. Рейдовыми мероприятиями по заполнению анкет сотрудниками муниципального образования охвачены 4281 гражданин, выявлено 244 правонарушения по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Специалистами администрации города и постоянно действующих исполнительных органов распространено 13200 листовок профилактической направленности. Так, 01.04.2020 года внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. И предусмотрена ответственность согласно статье части 1 статьи 20.6 Кодекса об административных правонарушениях. За данное нарушение введена санкция в виде предупреждения, либо штрафа в размере от 1000 до 30 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники полиции организовывают проверки предприятий и организаций, устилимская деятельность которых, согласно распоряжению губернатора при Ангаре, должна быть приостановлена. На карандаше и индивидуальные предприниматели ежедневно проходят рейдовые мероприятия. За период введения режима повышенной готовности были оповещены 107 организаций и индивидуальных предпринимателей. Всего проведено 293 проверки организаций и индивидуальных предпринимателей. Выявлено 10 нарушений. Собрано 3 материала, которые переданы в Роспотребнадзор. Специалисты территориального отдела провели самостоятельное обследование 144 организаций продовольственной торговли с целью разъяснения противоэпидемических причин, с вручением под подпись рекомендаций и с заполнением карт обследования, а не протоколов осмотра, чтобы принять меры административного воздействия. Также за этот период совместно с межмуниципальным отделом администрации проведен рейд по соблюдению противоэпидемических мероприятий работниками вновь открытых парикмахерских. Всего в ходе рейда обследовано 14. У двоих субъектов выявлено несоблюдение противоэпидемического режима и материалы по статье 6.3.2 направлены в суд с целью применения нового вида наказания в виде приостановления деятельности. Заместитель мэра по правовым вопросам озвучил еще ряд постановлений, введенных правительством Иркутской области на период повышенной готовности. В последних изменениях запрещена торговля алкогольными напитками в многоквартирных домах, где находятся магазины с 9 до 19 вечера. Повторюсь опять про детей. То есть дети могут находиться на улице с 7 до 21 часа в присутствии совершеннолетних. В вечернее и ночное время с 21 часа до 7 утра дети должны находиться только в присутствии законных представителей. Работающие люди старше 65 лет с 20 по 30 апреля должны находиться на листках нетрудоспособности либо в отпусках. Кроме того, в связи с распространением коронавирусной инфекции отчет о доходах муниципальных служащих перенесен с 30 апреля, когда был конечный срок, до 1 августа должны отчитаться. Постановлением правительства 268.20 апреля запрещена охота весеннее с 20 апреля по 31 мая. И кроме того, также вышло два постановления правительства Иркутской области 21 апреля о том, что предприятия, предприниматели, то есть средний бизнес, малый бизнес, которые арендуют помещения у муниципалитетов, они могут быть освобождены от арендной платы, либо арендная плата может быть перенесена на более поздний срок. Данные заявления предприниматели должны подавать в департамент недвижимости. Эта льгота предоставляется только по заявительному характеру. Специалисты продолжают настаивать на соблюдении режима, использовании средств личной защиты. В город поступила очередная партия медицинских масок. После перерыва в 16 дней поступили в реализацию средства индивидуальной защиты органов дыхания в Центральную аптеку, ООО «Ювента», ООО «Илимфарма». Средства индивидуальной защиты органов дыхания реализовывались через торговлю. В настоящее время осуществляют распространение средств индивидуальной защиты органов дыхания на безвозмездной основе предпринимателей в Арданян, в Чикжане. Много вопросов вызывает дезинфекция общественных мест. И если общественный транспорт и остановочные пункты еще хоть как-то дезинфицируют, то детские площадки, расположенные на придомовых территориях, и подъезды многоквартирных домов не обрабатывают совсем. Органы местного самоуправления рекомендованы организовать дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов, в местах общего пользования, в которых проживают лица, находящиеся в самоизоляции, с периодичностью не реже двух раз в день. Срок с 21 апреля до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. По информации управляющих компаний, проведение дезинфекции в подъездах многоквартирных домов осуществляется в пределах тарифа утвержденного и в рамках договора управления. С периодичностью, соответственно, также предусмотрен договором управления. То есть не более двух раз в месяц. Проводить обработку чаще предприятием не представляется возможным, так как средства в рамках действующих тарифов не предусмотрены. На сегодняшний день площадь, подлежащая обработке дезинфекции, составляет 639 580 квадратных метров. Стоимость обработки 13 рублей 52 копейки за один квадратный метр, включая НДС. Расходы на проведение однократной обработки мест общего пользования составляют в размере 8 647 000 рублей. Естественно, эта сумма колоссальная, на сегодняшний день для бюджета непосильная. Управляющей компанией сейчас просто отсутствуют средства на каждодневную обработку подъездов. На областном оперативном штабе эта проблема была озвучена. Игорь Иванович предложил такую разовую материальную помощь «Иркутск» 300 тысяч и выделить остальным муниципалитетам по 100 тысяч. Но вы ведь понимаете, что это практически не деньги для нашей территории, это совсем копейки. Обсудив, власти решили обратиться за помощью в приобретении дезинфицирующих средств градообразующим предприятиям. В мерах предосторожности отменили пассажирские перевозки на кладбище 28 апреля, в родительский день. Мы ссылаемся на рекомендации областного оперативного штаба с целью не допустить массового скопления людей. Потому что, понимаете, сначала была такая идея, чтобы они соблюдали социальную дистанцию в автобусах, но мы все понимаем, что это невозможно, они все равно забиваются. Те, кто хочет, они найдут возможность доехать на кладбище, на машинах, такси. Это все равно более такое оптимальное решение. Так что готовимся на вторник. Будут проводиться у нас также рейдовые мероприятия. Будем информировать, чтобы люди соблюдали средства индивидуальной защиты на кладбище. Все-таки там массовое скопление людей. Мы должны это понимать. В завершении специалисты Департамента городского хозяйства подтвердили информацию о запуске пассажирских перевозок в садоводческие кооперативы. С 1 мая автобусы будут запущены по четырем городским маршрутам. С 15 мая по остальным. Графики формируются. В связи с сохраняющимся риском распространения коронавирусной инфекции на территории Приангария доступ на кладбище ограничен до конца апреля. Это значит, что в родительский день, который в этом году приходится на 28 число, попасть сюда будет нельзя. Исключение составляют случаи, связанные с погребением и оказанием ритуальных услуг. С таким постановлением, который издал главный государственный санитарный врач по Иркутской области, можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора. Вопрос, когда же начнется ремонт дорог на улицах города, волнует всех автомобилистов. Ведь совершенно невозможно безопасно передвигаться, обруливая большое количество выбоин и ям. К сожалению, обрадовать устилимцев нечем. На пресс-конференции начальника департамента жилищной политики стало известно, что раньше конца июня к ямочному ремонту приступить не получится. Несмотря на то, что устилимск кажется маленьким городком, общая протяженность автомобильных дорог в границах муниципального образования составляет более 124 километров. Из них с асфальтобетонным покрытием порядка 75, площадью более 970 тысяч квадратных метров. Также около 24 километров – это проезды к многоквартирным домам. Большинство участков отличается высокой степенью износа – более 70%. Сегодня стоимость ремонта одного квадратного метра дорожного полотна составляет примерно 1600 рублей. Таким образом, на ремонт всех автомобильных дорог городу требуется не меньше полутора миллиардов рублей. Конечно, такими средствами муниципалитет не располагает. В целях выполнения капитального ремонта участков автомобильных дорог департаментом были проведены аукционы на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения и определение достоверности сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по двум участкам автомобильных дорог. Это улица 50 лет ВЛКСМ и улица Молодежная. По улице 50 лет ВЛКСМ начальная максимальная цена контракта составляла 2 миллиона 750 тысяч рублей. По итогам проведенного аукциона процент снижения составил 33%. Цена контракта составила 1 миллион 842 тысячи 500 рублей. Победителем признана ангарская фирма СИПТЕХПРОМ. По улице Молодежной начальная максимальная цена контракта составляла 3 миллиона 300 тысяч рублей. После проведенных процедур, аукционных процедур, процент снижения составил 33,35. Цена контракта составляет 2 миллиона 133 тысячи 500 рублей. Победителем признан индивидуальный предприниматель Никитин Вячеслав Вячеславович из города Пензы. Данные мероприятия в дальнейшем позволят участвовать в региональных программах с целью получения субсидий для выполнения капитального ремонта автомобильных дорог. Срок выполнения контракта по разработке проектно-сметной документации 31 октября 2020 года. Что касается капитального ремонта улиц Наймушина и Героев Труда. Как пояснил Виталий Сергеевич, работы по ПСД сорваны подрядчиками. Не все зависит от нас. В том числе зависит и от добросовестных подрядчиков. Данный контракт выиграло у нас предприятие передовые строительные технологии. В последующем с ним был заключен данный контракт. Что на сегодняшний день происходит? У нас есть исполнительные листы уже на руках о принудительном исполнении, о понуждении принудительного исполнения данного подрядчика к выполнению этих работ, предоставлении полного пакета документов, а именно прохождение государственной экспертизы и предоставлении положительного заключения. Так вот, данные мероприятия на сегодняшний день подрядчикам не исполнены в полном объеме. Департаментом подготовлено заявление о возбуждении исполнительного производства. Направлено оно в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области в город Санкт-Петербург в ноябре 2019 года. Далее, ответа не поступило. 23 января 2020 года было подготовлено вновь письмо и направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области в город Санкт-Петербург. Также на сегодняшний день никаких документов не получено. Дополнительные мероприятия уже нами проводятся и все необходимые меры мы предпринимаем, в том числе уже в отношении самих судебных приставов. Понятно, что в этом году капитального ремонта дорог уже не будет. Придется спасаться ямочным, а это около 100 тысяч квадратных метров. С учетом среднерыночной стоимости работ по текущему ремонту, необходимый объем финансирования составляет чуть более 162 миллионов рублей. В проект бюджета на 2020 год департаментам была подана заявка на общую сумму 41 миллион. У департамента все объемы готовы, вся сметная документация имеется, техническое задание имеется. Мы также рассматриваем вопрос и выполнение данных мероприятий струйно-инъекционным методом. На сегодняшний день у нас практика такая имеется. Если вы помните, по Левому берегу в прошлом году именно закрывали, так скажем, этот сезон именно таким методом. Почему раньше не выходили на Думу с вопросом по деньгам? Нет, подождите, выходили, в том-то и дело, я же озвучил это. То есть в сентябре месяце для формирования бюджета данные суммы были поданы уже, они были обоснованы и прочее. Уточнение, дополнительное финансирование, уточнение заявкой было направлено в марте уже 2020 года, еще на сумму 21 миллион. Итого 41 миллион. В марте месяце не было заседания Думы. Я же уже сказал, что по разным причинам там это заседание Думы о внесении поправок в бюджет, оно не состоялось. Его вот сейчас перенесли. Само заседание не состоялось? Да, 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 само заседание. И этот вопрос был, получается, ну, скажем так, снят сам собой. И вы говорите о том, что мы можем начать мероприятия эти раньше? Безусловно, можем, но только тогда, когда у нас есть необходимый объем финансирования. И под эти суммы мы уже готовим конкурсную документацию, объявляем аукционы и выполняем необходимые все мероприятия. Безусловно, мы должны будем провести в рамках требования 44-го федерального закона все процедуры, конкурсные процедуры. И ориентировочно в июне месяце мы сможем выполнить эти мероприятия, не ранее. Даже я так смогу прогнозировать, это будет конец июня. Потому что отыграть контракт, заключить его 5 дней на подписание с одной стороны, 5 дней на подписание с другой стороны и прочее. Это еще если сам аукцион состоится с первого раза, если выйдет подрядчик. Ну и, соответственно, если все получится, то это будет не ранее, чем середина-конец июня. Это в лучшем случае. В рамках социального партнерства между администрацией города Устилимска и акционерным обществом группы «Элим» уже четвертый год действует соглашение о взаимодействии по текущему ремонту дорог. И в этот раз предприятие может выделить несколько миллионов рублей. Да, как было уже сказано ранее, соглашение действует у нас с 2016 года. В этом году уже подготовлены все необходимые письма, обращения администрации города Устилимска и направленные в акционерное общество группы «Элим». В рамках действующего соглашения предусмотрено предоставление денежных средств в размере 3 миллионов рублей и выполнение определенных мероприятий по текущему содержанию автомобильных дорог. Ну, скажем так, согласно того реестра, который прилагается к данному соглашению. Выполнение текущего ремонта участков автомобильных дорог силами группы «Элим» позволит избежать достаточно длительных процедур, связанных с проведением аукционов в рамках федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для муниципальных и государственных нужд, а также исключить риски неисполнения или некачественного исполнения данных мероприятий недобросовестными исполнителями, а как следствие выполнение качественного ремонта и в полном объеме. Исходя из времени, условий и наличия финансирования, на наших дорогах применяются разные технологии. Рано или поздно мы получаем дорогу, которая полностью состоит из заплаток. Журналисты задали вопрос, есть ли какой-то гарантийный срок у такого ремонта, ведь зачастую приходится снова и снова выходить на то же самое место и снова латать все те же выбоины. На самом деле это заблуждение, говорят специалисты. Разрушения возникают не в том же месте, а рядом с ним. Видят, что на определенной улице есть ямы, да, это безусловно потребность есть. В ремонте на сегодняшний день потребность безусловно есть. Но что происходит? Вот вырезка произошла, произошла закладка асфальта, да. На следующий год, либо в месте примыкания, либо рядом где-то образовывается новая яма. На сегодняшний день, вот я не раз уже слышал, да, такого рода заявления. Возможно, где-то есть такие моменты, где-то есть, ну, допущены какие-то, возможно, нарушения и прочее. Но это единичный случай. Еще раз повторюсь, это единичный случай. В основном, скажем так, нарушение дорожного полотна происходит рядом с тем местом, где выполнено было в прошлом году, к примеру. Прежде всего, важно понимать, что ямочный ремонт – мера временная, с краткосрочным эффектом. Он ни в коем случае не может заменить полноценный дорожный ремонт, и тем более капитальный. Полиция Устилимска в период самоизоляции регистрирует рост числа поступивших сообщений о мошенничестве. В основном, злоумышленники используют телефонные звонки и представляются сотрудниками банка. И если раньше они сообщали, что с вашего счета произошло списание средств, то теперь еще предлагают взять кредит по низкой процентной ставке. Также среди популярных схем обмана – сайты купли-продажи, через которые доверчивые граждане любят приобретать товар по низкой цене. С 30 марта у нас начался режим самоизоляции, и вот с 30 марта, вот по сегодняшний день, 17 фактов уже зарегистрировано. Это довольно-таки серьезная цифра, поэтому мы и обращаемся, что творят-то. На прошлой неделе там прямо какая-то атака была, то есть у нас было зарегистрировано 3 хищения, и плюс это еще 4 материала, просто люди отказались с ними разговаривать. Но нам позвонили, вот нам с такого-то номера звонили, мы поняли, что это мошенники. Вот, ну, то есть наша профилактическая работа дает плоды свои, да, то есть некоторые люди все-таки не ведутся на уловки, говорят, вы мошенники, те сразу отключают телефон. Ну, понятно, они нам звонят, сообщают, вот с такого-то номера мне звонили, имейте в виду. Перспектива раскрытия таких преступлений имеется, вот, с каждым, понятно, это сложно, сложно, да, но, как правило, это жители не нашего региона. Это совершают жители других регионов, даже, вот, допустим, сейчас мы работаем по раскрытию данного преступления, где совершал его гражданин, который находится в местах лишения свободы. Вот, он обманывал граждан наши, в том числе и жителей нашего города, как и многих, нескольких других городов, да, то есть сейчас просто его, разрабатывают там и вылезло из того списка телефонов, по которых он обрабатывал граждан, то есть вылезло и пять наших номеров, то есть потенциально наших жителей, которых обманули. Это, говорю сейчас про, когда ваш сын попал в ДТП, вот он под такой уловкой звонил жителям, обманывал о том, что ваш родственник попал в ДТП, то есть вы переведите деньги на такой-то счет и так далее, и так далее. То есть вот сейчас мы занимаемся раскрытием как раз такого вот факта. Сложно раскрывать, но сейчас уже с каждым разом совершенствуется наша система, то есть, да, базы формируются, анализы проводятся, вот, и уже раскрытие пошло таких. Мошенничество – это один из самых труднодоказуемых типов преступлений, привлечь к ответственности злоумышленника крайне сложно, поэтому всегда необходимо проявлять разумную осторожность и здравомыслие, и в случае каких-либо сомнений сразу обращаться в органы внутренних дел. Это единственное правильное действие. Я хочу обратиться в очередной раз к жителям нашего города. Никогда и никому не говорите данные с ваших карт пластиковых, ни номера карт, ни обратный защитный код. Вот, если вы никому не передадите эти коды, то хищение у вас с вашей карт не будет совершено. Никогда в жизни сотрудники банка вам звонить не станут. Если вам звонит сотрудник банка, это однозначно мошенник. Все, прекратите разговор с ним и выключите телефон. Просто можете позвонить в полицию по телефону 02, вот, ну, либо, как сотовых правильно звонить, там, 102. И мы проконсультируем вас, как вам правильно действовать, чтобы не стать жертвой мошенников. В преддверии знаменательного дня и в период самоизоляции сотрудники городской библиотеки искусств подготовили подборку тематических видео-мастер-классов по изготовлению бутонерки броши из георгиевской ленты и открытки фронтовой треугольник. В этих роликах пошагово рассказывается и показывается, как можно своими руками, не выходя из дома, сделать исторические символы. Поздравьте 9 мая ветеранов, участников Великой Отечественной войны, родных и близких оригинальными сувенирами. Посмотреть видео можно на страницах библиотеки, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. На сегодня это все. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok